Я уже сказала, что мы встретились с сестрой. Это было моё спасение. Нашлась дорогая, родная моя душа. И через какое-то время у нас ещё нашёлся брат. Я уже говорила, что он был с подростками эвакуирован. И он оказался в Сталинграде. В Сталинграде в армию ему ещё не подошло время. И ему подсказали, потому что износилась быстренькая одежда, остался он без обуви. И ему какая-то славная учительница, соседка, подсказала, что он пошёл в ремесельное училище. Что там ему дадут одежду, и там какое-то питание. И он пошёл в ремесельное училище с нашим ещё, с одним украинским мальчиком из Теплика, Коля Корничук, они друзья. И они оба пошли в это ремесельное училище и получили специальности фрезеровщиков. И когда они закончили, их тут же определили на военное предприятие в город Горький. Мой брат, он вскоре услышал, что евреи пострадали, он никакой связи не имел с нами. И он страшно рвался на фронт. Это он мне рассказывал при встрече, что он страшно рвался на фронт, хотел воевать. Но так как это была большая, значит, ценная специальность его для военного такого предприятия, ему, конечно, не дали, бронь с него не снимали.